Доказывать не уводимость некоторой формулы. Например, в прошлый раз с помощью логической матрицы строго доказали, что не уводили закон с ключевого третя. Не уводила формула П или не П. А на самом деле она проверкается на модели клипки. Этой клипки построим, которая формула неистинна. Суды будет такая. Два момента альфа и П. И сегодня и завтра. И только момент П это истинно П. Я пишу П. Я смотрю. Ну что истинно я пишу. Момент альфа ничего не истинного. И так истинно П. Что-то что мы имеем тогда? Вопрос. Вы знаете, вопрошу. Момент альфа истинно ли момент альфа формулой П или не П? Ну, под определением истинно значит, что момент альфа истинно П и момент альфа истинно не П. Под определением истинно. Это отличное, если альфа истинно одно или еще другое. Но это, конечно, не истинно. Момент альфа истинно не истинно. Ну, момент альфа истинно про П вообще ничего не истинно. Истинно теперь заделись вопросом. Момент альфа истинно ли П или нет? Истинность не П означает, что П никогда не будет истинным. То есть истинность не П отличается, что момент альфа не истинно П и что момент бета не истинно П. Вот оба эти условия должны выполняться. Ну, что это альфа и истинно П это выполнено, да? А вот это не выполнено. Промогент П по истинно. Ну, поэтому не П не истинно. То есть не П не истинно. Сегодня про П ничего не известно. То есть П не истинно. Но не П тоже не истинно, потому что завтра П станет истинным. Поэтому, значит, так получается. Вплощадка модели привлекается на вопрос ученого принципа. Вплощадка модели выполняет, мне кажется, что необходимо запрос в одно отрицание. Не не П, не что такое. Ну, действительно, смотрите, на самом деле момент альфа истинно не не П. Почему? Это означает, что момент альфа не истинно не П, да? И что момент альфа это не истинно не П. Ну, понятно, что мы доказали, что момент альфа не истинно не П. Ну, а МП тоже не истинно, даже у него не истинно. Поэтому это не истинно альфа, а потом истинно. Ну, значит. Теперь вернёмся вот к тем формулам, которые мы оставили, значит, вот из Чалзина. Насколько доказать, что именем Вадимы — это вот наторганы Моргана и из... наторганы Моргана и, в смысле, в разивости импликаций. Моргана. Такая форма. У него, что П и У, И, 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 И. Ну, тоже вот такую модель построили. Три момента сегодня и два варианта завтра. При одном варианте завтра будет доказано П. В другом варианте завтра будет доказано Ку. Т.е. момента П — это истинно П, про К ничего не известно. Момент Гамма — истинно Ку, про П ничего не известно. А вообще про П и К ничего не известно. Вы тогда убедитесь, что момент альфа — истинно посылка, не верно, что П и К. Почему? Потому что коньюция никогда не истинна. Коньюция — здесь истинный образ. Но нет такого момента, что оба П и К были истинны. Поэтому вопрос сегодня истинно отрицательный. С другой стороны, момент альфа не истинно здесь, а не П и К. Почему? Потому что момент альфа не истинно, не П, и момент альфа не истинно не будет. Почему сегодня не истинно? Да потому что завтра, рядом с вариантом развития сны, завтра будет доказано. Поэтому сегодня не по ни истинности. То же самое про них будет. Если есть вариант, то так не будет. Поэтому кто-то показывает, значит, самое. Теперь еще что мы хотели, что невладима такая форма. Он не влечет ку, не влечет ку, не влечет ку. И тоже все просто. Два момента. Сегодня и завтра. Причем завтра, сегодня про П и ничего не известно, а завтра будет оба доказано. Ну тогда понятно, что влечет ку истинно уже сегодня, потому что каждый раз, когда будет истинно П, то есть момент альфа, истинно П влечет ку. Локти из люксер, не П, не истинно. Потому что не П не истинно, потому что завтра будет П истинно. Ну а П и не истинно. Вот так задаем, надо, чтобы истинно. Вот примеры. Теперь обращаем внимание, что это семантика модели клипки, модели клипки. Это обобщение классической семантики. Классическая семантика. Это частные случаи модели клипки, когда имеется один момент времени. Кассит из одного времени. И то, что это сегодня, и оно же, так сказать, всегда. Всегда. Фиксация состояла из знаний. И то, что сегодня истинно, то нужно. Если П не истинно, то сегодня никогда не будет истинно. То есть в отрицании будет истинно. То есть это классическая логика. Это частный случай получается. Самый нутрационистский. И более такой взгляд на истинность высказываний и, соответственно, рефлексацию оппозициональных форм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова